Добрый день, многоуважаемые зрители, вы находитесь на канале Март Лайф. Предлагаю вашему вниманию 109 выпуск новостей Мартовские Иды. Нас часто спрашивают, что такое Мартовские Иды. Говоря философски, это то, что нельзя предотвратить, то, что предопределено. Не случайно на фотографии вы видите памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Как известно, монумент совсем недавно был снесен. А сегодняшний выпуск Мартовских Ид называется так. Зря памятник снесли латышский эксперт о лояльности русских Латвии. На эту тему нас подтолкнула статья на портале пресс.лв, которая так и называется. Зря памятник снесли эксперт, прочитал лояльность латвийских русских. Вот статья. Своё мнение высказывает начальник департамента координации стратегической коммуникации госканцелярии Рихард Бамбалс. Он призвал жителей Латвии не вестись на ложное утверждение, что все русские Латвии поддерживают Путина. Это совершенно ложное утверждение заявил Рихард Бамбалс. А ещё он заявил, что вовсе не все, кто выступал против сноса памятника освободителям Риги, поддерживают Путина. Вот такое поразительное умозаключение сделал, как мы говорили, начальник департамента координации стратегической коммуникации госканцелярии Латвии. Но, как говорится, поздно пить боржоми. Памятник-то уже снесён. Этим людям действительно важны памятники советской поры. Почему же важны эти памятники? А потому, по словам Рихарда Бамбалса, не так много мест, где эти люди могут встретиться. Золотые слова. Возникает закономерный вопрос. А зачем тогда было сносить памятники? Причём речь идёт не только о монументе освободителям Риги, но и о других памятниках всей Латвии. Напомним, что памятник освободителям Риги был сдан в эксплуатацию ещё в 80-х годах прошлого века. Он был посвящён воинам Красной Армии, которые воевали во время Второй мировой войны. Но почему-то сейчас этот памятник каким-то образом привязали к событиям на Украине. Его даже облили краской, жёлтой и синей, вот на фотографии. А затем почему-то обнесли забором. Появился и жёлто-синий флаг. Ну а 10 мая, как известно, и вовсе произошло варварство. Цветы с помощью бульдозера снесли и отправили на помойку. Цветы, которые люди принесли 9 мая, в День Победы. И вот теперь начальник Департамента Координации Стратегических Коммуникаций Госканцелярия Латвии говорит о том, что памятник – это, впрочем, в принципе, хорошее место для встреч. Для встреч вполне лояльных людей, проживающих в Латвии. Возникает, опять же, закономерный вопрос, зачем было сносить этот памятник. Ну а теперь этим людям, по словам Рихарда Бамблса, получается негде собираться. Конечно, негде. Они же не понесут 9 мая цветы к памятнику Свободы, к Милде. Вряд ли полиция допустит возложение цветов в День Победы. Вот и получается, что памятники убрали, а люди-то остались. Напомним, что деньги на памятник освободителям Советской Латвии Риги собирали всем миром. Средства сдавали и латыши. Как говорят историки, примерно 50 тысяч поддерживали только Красную Армию. В другом месте, вот в интернете данные, 70 тысяч латышей приняли участие в войне на стороне Красной Армии. Вот мы подчеркиваем, что национальный 130-й латышский стрелковый корпус на состояние мая 1945 года состоял на 83% из латышей, 8% из русских и на 5% из евреев. Но потомки этих красных, условно говоря, латышей никуда не делись, они тоже приходили 9 мая в День Победы, чтобы возложить цветы к памятнику освободителям. Каждый год они приносили портреты своих родных и близких. Это вовсе не был только памятник для русских. Вот почему ежегодно порядка 100 тысяч жителей Латвии приходили сюда на майские праздники. А теперь люди возмущаются, что благотворительный фонд ZEDATLV, который должен помогать больным людям, жертвует сотни тысяч евро на заметание слюнов от сноса памятника. Вот характерная статья на пресс.лв, новостном портале. Многие телеканалы. Многие назвали это настоящим варрус. Вот видно, как 79-ти метровый обелиск подтачивают с помощью специальных строительных инструментов. И вот он падает. Вот на бок, видите. Какая была радость у тех, кто сдавал деньги. ZEDATLV. И вот теперь на месте монументов в Пардаугове, это на левом берегу реки Даугово, так в Латвии называют западную двину, пусто. Что еще нужно? Как люди могут доказать свою лояльность? Да никак, судя по всему, снос вовсе не улучшил отношения к русским. Жителям Латвии недаром появляются вот такие статьи. Зря памятник снесли. И опять в который уже раз просчитывают степень лояльности. Что сейчас нужно сделать, чтобы доказать лояльность? Прыгать на месте или отречься от кого-то? Впрочем, здесь немало, так сказать, предложений. Вот депутаты Сейма хотят снести памятник Пушкина в Риге. Тоже проверка на лояльность. Если начнешь выступать, значит не лоялен. А депутат, националист Александр Кирштейн задает вопрос. Откуда в Риге 52% русскоязычных? Ну, а памятник Пушкина он назвал империалистическим. Александр Кирштейн заявил, что 250 тысяч неграждан и граждан России, проживающих в Латвии, необходимо репатриировать. Повторяем, так сказал депутат латвийского парламента Сейма Александр Кирштейн. Судя по всему, никаких так называемых красных линий сегодня нет и в помине. В Риге можно говорить все, что угодно. Странно, что тот же Рихард Бамблс не обращает внимания на подобные высказывания. А он очень заботится о том, чтобы русские правильно воспринимали ситуацию. И призывает обратиться к тем, кто колеблется. В общем, к тем, кто осмеливается говорить, что они были против сноса памятника освободителям Риги и других монументов, посвященных Красной Армии. Или против сноса памятника Пушкина в Риге. Так получается. Сейчас в Латвии массово переименовывают улицы. Десятки улиц во многих городах республики. Если ты против, значит ты колеблешься, значит ты нелояльный. А как же многопартийная система, свобода слова, своя точка зрения. Увы, все это, кажется, осталось в прошлом. Сегодня политика явно другая. Кто не с нами, тот против нас. Неужели за это люди боролись в 90-х годах? Чего уж тут удивляться, что так много уехало? Кто же останется и будет ходить по узким улочкам Риги? Вот такой риторический вопрос. Итак, вы смотрели 109 выпуск новостей «Мартовские иды». На тему «Зря памятник снесли. Латышский эксперт о лояльности русских Латвии». Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Ждем ваших комментариев на канале Март Лайф. До следующих встреч. Надеемся, уже завтра будет очередной выпуск «Мартовских ид». Еще раз спасибо за внимание. Всем привет. Пока. Как говорят в Латвии.